МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на муниципальном телеканале. В студии работает Денис Сивков. Коротко о главном сегодняшнем выпуске. Миллиард на открытие своего дела. С начала года 58 североказахстанцев воспользовались программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Путешествия и отдых. С начала года Северный Казахстан посетили почти 19 тысяч туристов. Этим летом в регионе откроется несколько новых баз отдыха. Благодарственные письма лучшим врачам региона. Нуратановцы поздравили медиков с профессиональным праздником. Теперь обо всем по порядку. Первую комплексную насосную станцию «Адмирал» установят в Северном Казахстане. Она будет обеспечивать качественной водой один из населенных пунктов области. Почти 15 лет там были перебои. Сейчас на объекте идет установка резервуаров чистой воды и фильтров поглотителей. В каком селе в этом году полностью решат вопрос центрального водоснабжения, расскажет Кристина Горбаченко. Село Шаховское. 15 лет назад здесь начались проблемы с подачей воды. С каждым годом перебои становились чаще. А в этом система полностью вышла из строя. Местные жители пользуются колодцами. Кто-то воду привозит. Население Шаховского составляет 805 человек, порядка 300 дворов. В течение нескольких лет этот вопрос остро стоял по водоспечению данного села. Были неоднократные обращения в адрес Акима области. И наконец-то удалось решить этот вопрос. Республиканск в бюджет выделили эти средства в размере 369 миллионов тенге на строительство локального источника водоснабжения. Часть денег уже потратили. В поле сделали скважину почти 50 метров в глубину. Провели водопровод до села протяженностью 5 километров 600 метров. Сейчас на объекте устанавливают фильтры поглотителей и два резервуара чистой воды. Каждый по 200 кубов. Для защиты бетонных сооружений от разрушительного воздействия влаги специалисты делают битумную гидроизоляцию. После завершения всех работ здесь будет современная насосная станция. Реализует проект ТО «СК Максимум». Предусмотрена здесь установка станции «Адмирал». Наша казахстанская станция, то есть очистки воды. Вода поступает со скважины. Здесь проходит очистку и населению уже подается в чистом виде хорошая, качественная вода. Предприятие ТО «СК Максимум» 15 лет занимается строительством именно инженерных сетей водопроводов, канализацией всех комплексов, сооружений. Два года в течение этого периода мы несем гарантийный срок. Даже если что-то случится, все исправим за наш счет. Ну, случаев не было таких. В селе сделают три пункта раздачи. Для этого проложат 6 километров трубы диаметром 110 миллиметров. А потом жители по желанию смогут провести воду в свои дома. Несмотря на трудности, а это болотистая местность, водопроводчики опережают график работ на месяц. По проекту срок сдачи объекта «Декабрь» по линии Министерства инвестиций и развития в нашем регионе реализуется еще несколько проектов. В текущем году в рамках программы развития регионов у нас реализуются 7 проектов по 12 селам на сумму 2 миллиарда тенге. В этом году мы планируем 6 проектов завершить. Один проект у нас будет переходящий на следующий год по 10 селам. Район Габитово-Мусрепово, Тимирязевский район и Козлажарский район. В северном Казахстане 669 населенных пунктов. Центрального водоснабжения нет в 292. Из них порядка 100 сел, где делать новый общий водопровод с миллионными затратами, нецелесообразно, говорят чиновники. В них живут меньше 100 человек. Кристина Горбаченко, Казбек Арыбаев, Новости МТРК. Больше 1 миллиарда тенген и развитие малого предпринимательства. С начала года 58 североказахстанцев воспользовались программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Как они распорядились средствами, узнавала Алина Бржанова. Горячая домашняя выпечка, свежие салаты, первые и вторые блюда. От выбора у покупателей разбегаются глаза. В апреле прошлого года возле Козлажарской центральной больницы появилась эта столовая. Ежедневно сюда заходят перекусить больше 100 человек со всего района. Среди них и Альбина Сарсикеева. Она приехала в бескольном медосмотре, пока ждала врача, решила пообедать. Мне очень все понравилось, вершливый персонал, приемлемые цены, очень чистенько, аккуратно. Открывали столовую Сакановы на свои средства. Выкупили землю, построили небольшое помещение, приобрели оборудование. На это у супругов ушло около 7 миллионов тенге. Позже приняли участие в программе «Дорожная карта занятости». Получили 3 миллиона из фонда финансовой поддержки. Все деньги пустили на расширение бизнеса и закуп оборудования. Сейчас заканчивают ремонт в новом помещении. Хотят здесь делать небольшое кафе. Планируем расширяться. Хотим открыть отдел кулинарии. Это свежая выпечка, чтобы люди могли приходить. Брать у нас сюда и свежие булочки, и другую продукцию. Может, это арты будут у нас, и пирожные. Также мы хотим дополнительно поставить столики. Воспользоваться новой программой решили и Абишевы. Осенью прошлого года они взяли 3 миллиона тенге на приобретение 10 лошадей. Сейчас увеличили поголовье до 12. Всего с начала года по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства одобрили 58 проектов. Объем финансирования превысил 241 миллион тенге. Государство оказывает поддержку сельским бизнесменам по трем направлениям. Развитие животноводства, растениеводства и сельхозкооперативов. Чтобы получить кредит, необходимо обратиться в центры занятости по своему региональному району, пройти обучение по программе бизнес Бастау, либо по основам предпринимательства. Основное направление сейчас идет, это животноводство. Это у нас идет на КРС, лошадей и МРС. И сейчас тенденция большая пошла, это птицеводство именно гусей. Самыми активными заемщиками по программе развития продуктивной занятости и предпринимательства стали бизнесмены из района Макжана Жумабаева, Козлужарского, Акаинского и Аиртаусского. Алина Боржанова, Казбек Рыгбаев, новости МТРК. Почти 19 тысяч туристов посетили наш регион в этом году. Отдых на туристических базах в выходные дни самый популярный среди жителей и гостей области. Их на севере страны больше 30 и в этом году откроются еще несколько. Где? Знает моя коллега Ксения Куценко. Туристическая привлекательность региона растет с каждым годом. В 2017 север страны уже посетили почти 19 тысяч человек. Это наполовину больше, чем за аналогичный период 2016. В области открываются новые зоны отдыха и туристические базы. Самые популярные возле Петропавловска и в Аиртаусском районе. Наиболее популярным видом туризма среди жителей нашей области является тур выходного дня. То есть, когда выезжают на пару дней в зоны отдыха. В области на сегодняшний день действует 89 объектов размещения. Из них более 30 – это зоны базы отдыха. Наиболее посещаемые зонами, опять же, это Аиртаусский район, Солнечный вид, Жемчужины, Монтау. По городу Петропавловск, это у нас Гринпарк, Гринвуд, парк от Альпестрая. Стоимость варьируется от 10 до 75 тысяч тенге. В этом году список туробъектов пополнится. В Аиртаусском районе строят 8 баз отдыха. 4 из них откроют уже этим летом. Проект реализуют за счет средств предпринимателей. Но часто финансовым помощником бизнесменов становится государство. Туризм является приоритетным сектором экономики. Государство оказывает поддержки субъектам бизнеса. Это в рамках программы «Дорожная карта бизнеса» путем предоставления субсидий, гарантирования и подведения достающей инфраструктуры. К примеру, в 2016 году в рамках указанной программы в зоне отдыха Жемчужина и Монтау была подведена инфраструктура в виде электроснабжения. 17 июня в регионе стартовала декада туризма. А в течение 10 дней по всей области будут проходить акции и тематические праздники. Эта суббота, 17 июня, будет богата на события. Рано утром на озере Пестром пройдет День карася. Самый ловкий и удачливый рыбак вместе с уловом в подарок получит денежное вознаграждение. А после там же пройдет выставка «Казлжар туризм-2017», где представители туркомпании расскажут о самых интересных и красивых уголках нашей страны. Еще один проект декады туризма – Кумыс-фест. Он впервые пройдет в Петропавловске. Гостей ждут на площади перед Русским драмтеатром 24 июня. Фестиваль Кумыса начнется здесь в 11 часов. Ксения Куценко, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Медики региона принимают поздравления. С профессиональным праздником специалистов сферы здравоохранения поздравили нуратановцы. В областном филиале партии организовали концерт, дарили подарки и благодарственные письма лучшим представителям профессии. Этот праздник организовали для медицинских работников региона. Лучших в профессии сегодня поздравляют партийцы. Они подготовили концерт, подарки и благодарственные письма. Вы спасаете очень много людей. Ваш профессионализм очень высоко оценен жителями нашей области. По всем показателям государственной программы Дин Саулык, наша область занимает очень хорошие позиции. Еще один подарок от нуратана – партийные билеты нового образца. Их и доктрину получают все члены первички Дин Саулык. Слова благодарности адресуют людям в белых халатах. Ведь именно от их работы зависит жизнь и здоровье североказахстанцев. И только благодаря вам мы можем воспитать здоровое, правильное поколение. Ведь без вас не будет здорового духа, потому что здоровый дух может быть только в здоровом теле. Поэтому спасибо вам огромное за то, что вы делаете, за вашу работу. Больше 25 лет в профессии Ирина Ибраева, 10 из которых трудятся в областном перинатальном центре. Свою работу считает самой лучшей на свете. В медицине остаются именно те люди, которые действительно считают, что это их призвание, это их жизнь. И все у себя отдавать на работе – это действительно то, что характеризует каждого настоящего врача и каждого медика. Очень добрая профессия – дарить людям радость. Рождение детей – это всегда радость. В честь профессионального праздника нуратановцы наградили 8 медицинских работников региона. Ксения Куценко, Владимир Боровков. Новости МТРК. Все делать на отлично. С таким девизом идет по жизни почетный гражданин города, врач Бейбит Мустафина. 16 июня она отмечает свой юбилей 70 лет. Сегодня именинницу чествовали в филиале партии Нуратан. Кто пришел поздравить юбиляра, расскажет Кристина Горбаченко. Цветы и добрые слова. Поздравить именинницу пришли друзья, бывшие коллеги-однопартийцы. 45 лет Бейбит Мустафина отдала медицине. Трудовой путь начинала заведующий здравпунктом авиаотряда Петропавловска. После была заместителем главврача областной больницы. Возглавляла фонд медстрахования и городскую больницу номер 2. Но самой важной заслугой в этой сфере юбиляр считает открытие в Петропавловске кардиологического центра республиканского значения. Колоссальная работа была проведена. Сейчас оглянувшись назад, думаешь, неужели это у нас получилось. Сегодня я хочу сказать, что кардиологический центр и работники кардиологического центра, они узнаваемые в республике. Наш кардиологический центр абсолютно твердо могу сказать в пятерке лучших кардиоцентров республики Казахстан. И я думаю, что здесь лепта небольшая и моя заслуга в этом есть. От имени главы региона юбиляра поздравила его заместитель. Анархан Дюсенова отметила вклад Бейбит Мукушевны в развитие сферы здравоохранения нашего региона. Кардиослужба Северо-Казахстанской области, это не для кого не секрет, это неоднократно отмечается на уровне Министерства здравоохранения, одна из ведущих по нашим областям. И я думаю, те начинания, которые мы начинали сегодня, молодые кардиогероги, молодые врачи, руководители медицинских учреждений и главные врачи Центрального района больниц, они непременно будут продолжать и передавать из поколения в поколение те лучшие медицинские традиции. Девиз, с которым идет по жизни юбиляр – делать все на отлично. С Александром Казанцевым они в числе первых нуратановцев, были депутатами и сейчас продолжают принимать активное участие в жизни города и области. Объявляем в газете прием граждан. Приходит два-три человека, а то и вообще никто не приходит. Убегут Мукушины, как у вас. А у меня постоянно. Каждая, значит, дата определена, люди идут постоянно. Почему люди идут? Потому что знают, что будет результат, она без внимания не оставляла ни одно обращение. На всех уровнях поднимала все вопросы. Большим составом сегодня пришли на торжество и кардиологи. В жизни человека бывает один раз какая-то большая победа. Это моя большая победа, конечно, это организация кардиологической службы в области, открытие кардиохирургии. И я очень горжусь. Спасибо вам, что вы продолжаете этот путь. У Бейбит Мустафина есть самая престижная награда в области здравоохранения. Нагрудный знак «Золотой врач». Также она обладатель ряда других высоких званий и дипломов. Кристина Горбаченко, Казбек Арагбаев. Новости МТРК. Свой профессиональный праздник люди в белых халатах встретят на работе. В перинатальном центре круглые сутки помогают малышам появиться на свет, а их мамам обрести счастье. Врач-анестезиолог Андрей Кухарук стал героем нашего следующего сюжета. Андрей Кухарук – анестезиолог-реаниматолог перинатального центра. Он участвует в плановых и экстренных операциях. Среди его благодарных пациенток – Жения Букунева. Меня перевели с патологии, как пановой кисерево-сечения. Прооперировали. Ну, все хорошо прошло. Вторая дочь сегодня родила. Анестезия хорошо прошла. Ничего не почувствовала. Искренняя благодарность пациентов – лучшая награда для врачей. А чтобы повышать качество своей работы, медики учатся, а больницы и поликлиники каждый год закупают новое оборудование. Андрей Кухарук сейчас, например, осваивает аппарат для тромбоэластографии. Его недавно привезли в перинатальный центр. На данном анализе видно, что у пациентки склонность к гиперкоагуляции и активизируется фибринолиз. Чтобы исключить дальнейших осложнений, мы с женщиной внутри вены ведем антифибринолитики. Андрей Кухарук вспоминает. Профессию врача выбрал в детстве. Говорит, уже тогда понял – это призвание. Впрочем, как и его супруги. Жена работает в этом же перинатальном центре, врачом-акушером-гинекологом родильного отделения. Иду и растут, двое сыновей. Один школьник, один в садик ходит. Какую выборную профессию я буду поддерживать их. Было бы приятно, конечно, чтобы кто-то из них хоть продолжил традицию врача. Главным в работе Андрей Кухарук считает доброе, заботливое отношение к пациентам. Говорит, начинать смену нужно только в хорошем настроении. Это особенно важно при взаимодействии с беременными. У меня каждый случай, когда женщина уходит из стационара с радостью на лице, с ребенка в руках, это каждый запоминающий случай, что нам помогли появиться на свет в очередной жизни, что маме хорошо и ребенку хорошо. Андрей Кухарук работает в перинатальном центре 8 лет. Вместе с ним в отделении реанимации и интенсивной терапии трудится около 25 человек. Всего в Североказахстанской области 1400 врачей и 4800 средних и младших медработников. 18 июня все они отметят профессиональный праздник. Ольга Файзулина, Михаил Казначеев, новости МТРК. Далее реклама, после продолжим. Оставайтесь с нами. Зачисление ведется на конкурсной основе без вступительных экзаменов. Бесплатное обучение. Диплом государственного образца. Выплата государственной стипендии. Возможность получения водительских прав категории Б и С. Продолжаем выпуск. Использование газовых баллонов в многоэтажках представляют смертельную опасность. Об этом напоминают пожарные. Особое внимание жителям общежитий. Недавно в одном из них произошел пожар. Все подробности знает Ольга Файзулина. В общежитии по улице Шухова 153 комнаты. Централизованного газоснабжения здесь нет. Раньше на каждом этаже у жильцов была общая кухня. Теперь каждый предпочитает готовить у себя в комнате, используя газовые баллоны. Это дешевле, чем электроплитки и мультиварки, но зато опасно. В рамках сегодняшнего рейда мы видим, что население проживающее уже переходит на использование электрических плит. Тем самым население обеспечивает безопасность себе и своим соседям. Специалисты управления ПЧС провели рейд в рамках месячника по пожарной безопасности в быту. Они рекомендовали жильцам использовать электрические плиты. Рейса решетки напользуется газом. Кипятит воду, готовит еду. Какие советы дали, чтобы не было много пожара. Конечно, нужно газ менять на плитке. В этом доме живут 148 человек. Многие из них соглашаются с аргументами спасателей. Главным стал пожар, который произошел в соседнем общежитии неделю назад. Тогда из здания эвакуировали 13 человек. Огонь тушили около часа. Была опасность взрыва газового баллона. Но, к счастью, все обошлось. Ольга Файзулина, Жолдос Бекер Муканов. Новости МТРК. С 1 сентября 99 школ в Северном Казахстане в пилотном режиме начнут обучение детей предметом естественного научного цикла на английском языке. В филиале Орлео курсы повышения квалификации на языке Шекспира закончили первые 18 педагогов. Чтобы еще раз обсудить новую программу образования, педагоги провели республиканский форум 2 плюс 1 «Начни с себя». Репортаж Кристины Горбаченко. Большая часть из тех, кто приглашен на форум – педагоги со стажем. Им предстоит модернизировать свое сознание и методы образования для школьников. Работа в этом направлении в нашей области уже началась. Трехмесячные курсы по методике КЛИЛ в центре Орлео сегодня закончили 18 учителей. Мой педагогический стаж составляет 30 лет. И, конечно же, перестроить мозг и сознание, и всю методику преподавания, которая была до недавнего времени, очень трудно. Какие-то новые вещи приходится о предмете биологии изучать. Думать о том, как проще это преподнести на английском языке, потому что, естественно, будет и у нас, и у детей барьер языковой, лингвистический. Обучение на трех языках с этого года начнется в 99 школах Северного Казахстана. В новых условиях будут работать порядка 200 учителей. Участники форума обсуждают нюансы масштабных изменений, делятся опытом. На онлайн-связи был международный эксперт Роберт Сим из Шотландии. Он рассказал о полилингвальном образовании в своей стране. А наших педагогов приезжали обучать тренеры из разных городов Казахстана. Я приехала из Павлодара. Я тренер курсов обновления по содержанию среднего образования. Преподаю учителям русского языка и литературы в школах с русским языком обучения. В рамках программы от учителя требуется большая гибкость преподавания и обучения, умение применять различные формы, виды критериального оценивания, дифференцированно подходить ко всем ученикам. На форум пригласили порядка 150 педагогов региона. Это учителя предметов естественно-научного цикла. Главный посыл встречи – начни себя, если хочешь изменений. Цель нашего республиканского форума – это мотивировать учителей, в особенности химии, биологии, информатики, физики, к постоянному самообразованию, к самостоятельной подготовке по овладению иностранным языком. У казахстанских учителей есть возможность пройти языковые курсы в вузах, частных компаниях и госорганизациях. Для перехода на трехязычное преподавание в нашей области затратят 87,3 миллиона тенге на покупку книг. Кристина Горбаченко, Желудесбек, Ермаканов, Новости МТРК. Едем на экспо. Почти 200 школьников 15 июня отправились в Астану. Юные североказахстанцы посетят не только международную выставку, но и известные достопримечательности города. На железнодорожном вокзале детский десант столицы страны провожали и наши корреспонденты. Удобная одежда, рюкзаки и желание побыстрее отправиться в путешествие. Школьников провожают родители. В столицу с детьми поедут 16 педагогов, медик и представители турагентства. Ученица седьмой школы Регина Сафарова уже знает, что увидит в Астане в первую очередь. Я хочу в Нуралем, потому что он очень удивительный в нем. Он целых 100 метров высотой и в нем 8 этажей. И каждый удивляет по-своему. Я еду со своим классом, 11 человек и учительницей. Евгения Дубовая в главный город страны поедет впервые. Говорит, настроена получить максимум информации на международной выставке. И с нетерпением хочет увидеть все своими глазами. Кстати, на случай, если Евгения потеряется на территории Экспо, на бейджи с обратной стороны есть номер классного руководителя Бауржана Оспанова. Я хочу посмотреть много музеев, обходить всю Астану и надеюсь, что будет весело. Я много слышала о Экспо и хочу увидеть этот большой шар и узнать о новых технологиях. Поезд номер 624 сообщением Петропавловск-Астана прибыл. Время занимать места. Ребята спешат вагоны. Родные друзья остаются на перроне. Хорошие поездки! Первым рейсом из Северного Казахстана на выставку поехали 175 школьников. Это у нас дети, которые относятся к категории детей-сирот и оставшиеся без пообщения родителей, а также из малобеспеченных семей и многодетных. Официальным туроператором «Астана Экспо-2017» туристической фирмы «Прогресс» разработан экскурсионный тур с учетом транспорта, передвижения в городе Астана, размещения, питания и непосредственно посещения самой выставки. Путешествие детей в столицу продлится три дня. Билеты им предоставили бесплатно. Такие группы учащихся региона в столицу будут отправлять каждую неделю. Кристина Горбаченко, Казбек Рыгбаев, Новости МТРК. Североказахстанская Амина Жапар завоевала приз зрительских симпатий на конкурсе «Детская новая волна». Также она получила спецнаграду от детского радио. Десятилетняя жительница Таинши покорила сердца российских звезд. Среди членов жюри, оценивших пение девочки, были Игорь Крутой, Олег Газманов, Ирина Дубцова, Юлиана Караулова. Слова признания Амине сказал Лев Лещенко. Он отметил, что она достойно представила свою страну. Финал конкурса молодых исполнителей поп-музыки проходил в лагере «Артек». В нем участвовали представители 11 стран. Посмотреть последний тур международного конкурса можно вечером в эту субботу, 17 июня, на телеканале НТВ. На первом туре я пела песню «Тяну тёрных» «You simply the best» и получила из 90 баллов 87. А на второй день исполнила песню Аллы Пугачёвой. Нас бьют, мы летаем. Детскую новую волну я уже никогда не забуду. Он останется в моей памяти на всю жизнь. Завершение о спорте. В Петерпавловске стартовал областной чемпионат по казаку Ресе «Полиция Борысы». В нем участвуют 17 команд. В награду «Лучшие» получат ценные подарки. Ольга Файзулина расскажет подробнее. Во дворце спорта собрались стражи порядка. Сегодня они будут бороться за звание сильнейшего полуана. Областные соревнования проходят в честь 25-летия казахстанской полиции. В преддверии праздника за добросовестное исполнение служебных обязанностей юбилейными медалями наградили больше 40 сотрудников областного ДВД. В торжественной церемонии открытия соревнований по казакшаку Ресе приняли участие ветераны органов внутренних дел. Они выступили с показательным номером. С пяти лет занимался спортом здесь, в Северном Казахстане, в Петропавловске. Потом ушел в армию, выполнил норматив мастера спорта, призером вооруженных сил Советской Союз, в городе Брест, в 77-й год. Всех сотрудников поздравляю с этим праздником. Здорово, благополучие, удачи, всего самого хорошего. Пусть нас, ДВД Северно-Казахстанской области, всегда будет первых рядов. Первыми на ковер выходит сотрудник Департамента уголовно-исполнительной системы Асхат Каиржанов и замначальника Айртаусского РОВД Шокан Аскаров. Последний дважды становился призером областных соревнований по самбо. И здесь он тоже превзошел своего соперника. Это дает право Шокану Аскарову продолжить участие в соревнованиях. Я победил его, чисто шел по очкам, первый, две минутки, последний чисто на лопатке. Задача схватки в казахской национальной борьбе – бросить противника на спину. Можно делать захваты за пояс и выше. Участвуют 32 спортсмена, сосед структур. Полиция бороться проходит в третий раз. Хотел бы отметить, что борцы будут бороться в 4 минуты, один период по олимпийской системе. Здесь весовой категории от 80 и выше. Самый сильный и выносливый получит главный приз – телевизор. Ольга Файзулина, Владимир Боровков, Новости МТРК. На этом все. Смотрите МТРК. Будьте всегда в курсе событий. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»